Здравствуйте, друзья! Два года президентом Украины работает Владимир Александрович Зеленский. Именно об этом мы сегодня поговорим. Поговорим и через призму пресс-конференции президента, поговорим о тех обещаниях, о тех достижениях и поражениях, которые принес им этот президент за два года, и, конечно, поговорим, как воспринимается это обществом, о рейтинге, социологии и будущей перспективе Владимира Зеленского. Конечно, начнем с пресс-конференции. В пресс-конференции, знаете, было двузначно в многих смыслах. Во-первых, само название пресс-конференции «Президент 2.0» у многих обозревателей, комментаторов вызвало ощущение того, что Зеленский придет на эту пресс-конференцию, чтобы рассказывать, возможно, в своем втором сроке. Сразу скажу, сразу спойлер небольшой, это ожидание не оправдалось. Скорее всего, «Президент 2.0», команда президента, представляли себе, как какое-то резюме двухлетнего срока работы, двухлетнего срока правления, как попытка занять информационную паузу, как попытка, возможно, дать обществу, политическим элитам, определенные сигналы. Почему я говорю именно о занятии информационной паузы? Потому что, несмотря на то, что пресс-конференция была интересной, она не была новой. Ничего нового, ничего кардинального, ничего экстраординарного, ничего такого, от чего бы мы могли начать отсчет новой политической эры или каких-то новых политических прецедентов, процессов, на этой пресс-конференции, к сожалению, не прозвучало. Более того, сама пресс-конференция, несмотря на знаковое место, тоже оставила определенное послевкусие по своему формату. Не все журналисты были допущены. Пресс-конференция проходила на фоне советской, давайте откровенно говорить, техники. Руслана Умри и Ан-178, который не доделан. В одном из предыдущих видео я разбирал ситуацию с нашей авиапремышленностью. Вы можете посмотреть и вместе со мной вспомнить, что последний самолет Ан был произведен в году 2016. Такое впечатление, знаете, что презентация, эта пресс-конференция, знаете, вызывала у меня исторические ассоциации, когда варвары на руинах Рима проводят какое-то свое собрание, и вот этими руинами, вот этим былым великолепием пытаются убедить свое общество в том, что, возможно, в будущем их ждет что-либо подобное. Во-вторых, сам президент. С одной стороны, хорошо, правильно, качественно одет, с другой стороны, крайне уставший. Язык, особенно в начале пресс-конференции, пока не пошла сессия вопрос-ответ, язык постоянно плелся. Мысли тоже были спутанными. Какие-то странные диалоги он постоянно вел не только с журналистами, но и со своим окружением. То в отношении кофе, то в отношении воды. Вызывало какое-то ощущение того, что президент чувствует себя не в своей тарелке. Что он как-то или не настроен, или не заряжен на этот диалог. Что что-то ему мешает быть прозрачным, четким, последовательным в своем выступлении. Если же говорить по сути выступления, то сложилось впечатление, особенно это касается первой части выступления, монолога президента, что президент и его команда продолжают кормить страну мечтами. Но кормить страну мечтами можно на первом году своего работы, на втором году, наверное, перед страной необходимо отчитываться. Вот этого отчета в виде анализа того, что происходит с страной, что происходит с политикой, экономикой, вооруженными силами, цифр как таких или инструментов другого анализа, к сожалению, у президента не прозвучало. Фактически президент сконцентрировался на двух составляющих. Первая составляющая – мы строим. Мы строим страну без олигархов, с новой судебной системой. Мы, в конце концов, ведем новое большое строительство. Это первая часть выступления. Причем она тоже была лишена, к сожалению, конкретики. И вторая часть выступления, которая касалась определенного анонсирования, празднования 30-летия независимости Украины. И в этой части президент выступил в роли конференсье, такого большого политического конференсье. С одной стороны, он презентовал новый символ 30-летия независимости Украины. Мне лично понравилось, хотя мне кажется, что там мало не хватает немножечко украинского традиционного в этом символе. С другой стороны, президент рассказывал, рассказал и о саммите Крымской платформы, рассказал фактически повестку дня по часам, что будет происходить в День независимости. Будет парад, будет выступление артистов на Олимпийском, будут новые типы наград. Президент фактически анонсировал независимость. Более интересная сессия была, когда президент начал отвечать на вопросы журналистов. И да, конечно, несколько первых вопросов, да и не только первых, вызывали ощущение наигранности, вызывали ощущение согласованности. Президент искренне благодарил, был готов к ответам на эти вопросы, но далеко не все. Звучали и острые вопросы. Вот если разделить эти вопросы на то, на важные и неважные, то из того, что важного прозвучало, то, во-первых, определенный сигнал олигарха. Именно деолигархизация станет, наверное, ключевой темой для президента на ближайший год. Более того, президент фактически анонсировал и рассказал детали будущего закона по олигархам. Среди положения этого закона президент анонсировал создание специального реестра олигархов, анонсировал само определение, что такое олигарх. Вот олигарх, по мнению власти, это тот человек, который влияет на медиа, влияет на политику и имеет много денег. Вот таких три критерия определения сегодня олигархов. И рассказал, что будут с ними делать. Включение в этот реестр, по мнению президента, будет ввести к лишению активов олигархов за рубежом, почему-то. И включение того или иного человека в этот реестр будет ввести к тому, что ему будут ограничивать возможность коммуникации с представителями власти. Никто с ними встречаться не будет. Или если будет встречаться, то публично. И будут лишать его возможности быть избранным, назначенным на тельные должности. Мне кажется, что эти ограничения пока что выглядят достаточно смешными. Тем более, что очень правильно ставили вопросы журналисты схемы, которые окружение президента, да и самого президента, за последних два года много раз поймали на разного рода тайных встречах или неявных встречах с олигархами и их представителями. Кстати, до сих пор президент так и не обнародовал стенограммы своих переговоров в офисе президента с представителями украинского крупного бизнеса во время начала пандемии ковид. Поэтому эта угроза хоть и выглядит страшно, но вряд ли будет по своей сути опасна для олигархов, хотя заставит их идти договариваться с офисом президента для того, чтобы не попасть в этот реестр. Возможно, и в этом смысл всей этой инициативы. Ведь мы неоднократно уже говорили о том, что на самом деле все то, в чем обвиняют украинских олигархов, отмывание денег, коррупция, влияние незаконное на власть и все-все-все остальное уже есть в уголовном кодексе. И если эти люди в чем-то виновны, они уже могут быть наказаны украинскими правоохранительными органами, которыми уже два года управляет Зеленский. Но мы этого до сих пор не наблюдаем и вряд ли что-либо кардинальное в этой части произойдет. Но посыл олигархам был интересен. Был посыл индивидуально еще одному олигарху, персонально Ренату Ахметову. В ответ на вопрос Василия Голованова, который сегодня представляет Украину 24, тоже передавались приветы в отношении того, что власть будет принимать законы, которые повысят издержки для бизнеса этого большого предпринимателя. Второй интересный сигнал – это сигнал и вообще характеристика того, что происходит вокруг Украины. Президент Зеленский демонстрил разочарованность и позиции европейских партнеров, которые в последнее время стали не такими твердыми в их коммуникации с Россией. Президент достаточно негативно оценивал то, что происходит вокруг Северного потока-2. Демонстрация определенного разочарования. Была четкая позиция, одна из немногих очень обоснованных позиций по Коболеву. И тут сложно не согласиться с Зеленским. Украинское правительство должно управлять нефтегазом, а не какие-то там наблюдательные советы. Это, безусловно, ему в плюс. Была позиция президента в отношении того, что он не готов выносить сори из избы, не готов наказывать тех людей, которые имеют отношение к коррупции в его окружении. Более того, президент предлагал им дать шанс второй, третий даже шанс. Но это же свои люди. Поэтому мы до сих пор не видим никакого-либо расследования всех этих резонансных преступлений коррупционных или обвинений коррупционных, которые звучали и о которых мы поговорим раньше в медиа, и о которых мы поговорим чуть-чуть дальше в этом видео. Был сигнал, интересный по Авакову, об отставке которого или о подготовке к отставке которого уже давно говорят за украинскими политическими кулисами. В ответ на вопросы в отношении расследования дела Шереметы, в отношении того, что некоторых фигурантов этого дела суд освободил, изменил им форму пресечения, Зеленский сказал, что если Аваков не сможет довести это дело, то, скорее всего, ему необходимо готовиться к отставке. Также президент заявил о том, что для Гройсмана, Яценюка и, внимание, для Тимошенко нет места в команде власти. Что каких-либо переговоров в отношении включения этих людей во власть не ведется. И, наверное, с этой проблемой как раз связан недавний Димаш фракции Батевщина, которая ушла с заседания, на котором принимались кадровые вопросы решения о отставке тех или иных членов Кабмина. Ну, по большому счету, конечно, можно искать еще какие-то смыслы, детали в этом диалоге, но по большому счету и все. Все остальное, а слов было много, конференция длилась несколько часов, все остальное было на самом деле старыми, заучными тезисами, переливания с пустого порожня, рассказывание о том, какой я хороший и все плохие, демонстрации каких-то своих успехов. Я не говорю, что их нет, они есть, но явно не столько, сколько говорит сегодня президент. И отсутствием каких-либо существенных, серьезных смыслов. Президент пришел на эту пресс-конференцию, не принеся ничего нового, не принеся какой-то программы, по большому счету. И только журналисты своими вопросами, а многие вопросы действительно были интересными, фактически оживили этот диалог. Вот несмотря на то, что пресс-конференция называлась президент 2.0, ни итогов первых двух лет правления, ни нового президента, планов на будущее, мы, к сожалению, это тем более не увидели. Тем более, что на самом деле говорить о Зеленском можно достаточно конкретно. Тем более, что общество и экспертная среда ожидали немножечко другого. Ожидали все же или четкого, понятного плана на будущее, конкретных действий, шагов, которые собирается сделать президент, или ожидали отчета о том, чем же занимался Владимир Александрович Зеленский в кабинете на улице Банковой все эти два года. Чем занималась его команда, какие ключевые достижения, как они измеряются, какие основные проблемы, кто виновен в этих проблемах. К сожалению, этого всего не было. А анализировать на самом деле есть что. Только мы в Украинском институте политики отобрали 49 ключевых обещаний Владимира Зеленского, которых он дал, будучи в статусе кандидата в президенты Украины, или дал в своей программе президентской. Вот по итогам анализа этих обещаний становится известно, что выполнено только каждое восьмое, забыто каждое пятое. Напомню вам, что два года назад с огромной поддержкой 73% голосов избирателей Зеленский стал президентом. А с победой на парламентских выборах в июле 2019 года президент и его команда получили абсолютный контроль над законодательной и исполнительной ветвями власти, силовым блоком и доминирующее влияние на судебную систему. За время президентства Зеленский стал инициатором принятия ряда законопроектов, обновил Верховную Раду, получил на большинство парламент и сменил правительство и премьер-министров, провел несколько обменов пленными и сделал много-много чего другого. Мы провели детальный разбор, таблицу можете посмотреть под этим видео, основных 49 обещаний и заявлений, которые сделал Зеленский. По результатам нашего анализа выяснилось, что за два года каденции президент Зеленский выполнил восемь обещаний, 22 находятся в процессе выполнения или выполнены частично, 13 не выполнено. А в шести случаях президент и его команда действуют абсолютно в противоположном обещанном направлении. Не выполнено ни одно из трех ключевых обещаний. Борьба с коррупцией, мир на Донбассе, повышение уровня жизни. В процентном соотношении полностью выполнено 16% обещаний, 45 выполнено частично, не выполнено 27% и 12% это действия, которые обратно обещаны. Динамика, кажется, достаточно неплохая, если учитывать то, что это только второй год президентства Зеленского. В целом на протяжении 2020-2021 годов в то же время уже наблюдается определенный застои с выполнением обещаний. Большинство успехов в реализации программы и обещаний достигнуты за первый год президентства, 24 из 30. За второй год в стадию частично выполненных обещаний перешли только 5, а в стадию выполненных одно, то есть 6 по сравнению с 24 в первый год. В какой-то мере это связано с эпидемией коронавируса в стране, но в основном главная причина в том, что Зеленский 2-го года своей каденции это совсем уже не Голобородько, а стандартный классический президент Украины. Очень близкий по содержанию, по методам управления всем предыдущим своим коллегами, начиная от Кравчука, заканчивая Порошенко. Президент, который концентрирует полномочия и выстраивает вертикаль власти под себя, и поэтому уже не так ориентируется на свою избирательную программу. Главной целью его уже при этом является не реализация обещаний, которые давались обществу, а прежде всего сохранение и стабилизация власти. Поэтому на втором году президентства на фоне снижения рейтингов проявилась новая и ожидаемая, к сожалению, тенденция курс на закручивание гаек в отношении политических, экономических, конкурентов, оппонентов, свободы слова, в частности при помощи инструмента СНБО. Просматривается четкое устремление установить полный контроль над всеми ключевыми и стратегически важными сферами в стране. Тем более, если действительно в обещаниях власть не ошибка волнуется, то о рейтингах стоит волноваться. Несмотря на всю браваду, которую демонстрирует президент, его окружение, спикеры власти в эфирах разного рода телеканалов, рейтинги и уровень электоральной поддержки это то, что действительно беспокоит власть. К завершению второго года президентской каденции Владимира Зеленского мы проанализировали динамику его рейтингов, вы тоже сейчас будете видеть разные роды графики, а также рейтинги «Слуги народа» и количество избирателей, готовых снова проголосовать за президента и «Слугу народа», динамику доверия и недоверия, баланс доверия и так далее. При анализе при этом учитывались данные только трех ведущих социологических компаний. Никаких рогов и копыт, только рейтинг, миссии, центр Разумкова. И даже исходя из этих данных за последний год количество готовых снова проголосовать за Владимира Зеленского в среднем снизилось на треть. По данным центра Разумкова в период с мая 2020 года 45% тогда было готовых голосовать за президента. По мае 2021-го 28% готовых голосовать за президента. Рейтинги президента снизились на 17%. По данным КМИС с апреля 2020 года по апрель 2021 года рейтинги президента снизились на 11% с 42% до 31%. По данным рейтинг с апреля 2020 года по апрель 2021 года рейтинги президента снизились на 18% с 43% до 25%. Но более значительные последствия для президента может иметь тот факт, что уровень доверия граждан к нему за два года серьезно упал и выросли антирейтинги, то есть недоверия. Согласно данным КМИС, если в августе 2019 года Зеленскому доверяло около 70% избирателей, не доверяло только 17%, а баланс доверия составлял 53%, то уже по последнему исследованию баланс доверия составляет минус 7%. При этом не доверяют ему уже 51% граждан, а доверяют 44%. В целом баланс доверия потерял 60%, уровень доверия снизился на 26%, антирейтинги выросли в 3 раза. Центр Разункова говорил о том, что в октябре 2019 года президенту доверили 70%, недоверяли 22%, баланс был плюс 48%. В марте 2021 года доверие 31%, недоверие 63%, баланс минус 32%, соответственно. Баланс доверия за этот период снизился на 80%, уровень доверия снизился более чем в 2 раза, а антирейтинги выросли в 3 раза. Согласно данным рейтинга, в июле 2019 года доверие составляло 76%, недоверие 14%, соответственно баланс 62%, а в марте 2021 года доверие 46%, недоверие 51%, баланс минус 5%, соответственно. Баланс доверия за этот период утратил 30%, уровень доверия упал на такую же цифру, антирейтинги выросли практически в 4 раза. Все это говорит о том, что Владимир Зеленский хоть и является главным лидирующим политиком нашей политической системы, но уже не может рассчитывать на поддержку всего общества, как раньше, а только на поддержку своего избирателя. Более того, большинство украинцев уже не доверяют Зеленскому, и высокие, растущие антирейтинги создают огромные трудности для возможности победы Зеленского во втором туре президентской кампании. Делают его уязвимым для новых Зеленских, в случае, если такие кандидаты появятся. В настоящее время можно говорить о том, что провластной команде пока что удалось стабилизировать рейтинги партии и президента на уровне ядра электората, но потеряно доверие общества в целом. В дальнейшем ожидается, что падение рейтинга и потеря позиций продолжится. Если властью не будет предприняты, более эффективные, я бы сказал, были бы даже экстраординарные меры по реализацию ключевых запросов общества. Вот так мы сегодня анализировали Зеленского. Это видео нам удалось непросто. Спасибо большое всей команде за терпение, коллеги. Подписывайтесь на наш канал. Всегда будем говорить только по сути, только с цифрами, с аргументами. С удовольствием с вами продискутируем все, что мы обсуждаем. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok